Приветствую вас. Надо, наверное, сперва начать с того, значит, чтобы определить, откуда вы знаете, что у вас есть депрессия. То есть депрессия – это заболевание, которое диагностируется врачом, значит, психотерапевтом, либо психиатром. И в результате диагноза назначается лечение, соответствующее лечение, которое и, значит, поможет вам, если у вас действительно депрессия, из этого состояния выйти. Правда, нужно понимать то, что любые препараты, любые лекарства от депрессии – это только лишь такое, знаете, вспомогательное средство. А в действительности же нужно работать, нужно работать над собой и над своими проблемами, если они у вас есть, значит, чтобы справиться, действительно справиться с этим состоянием. Дальше, если вы говорите, что у вас имеется куча долгов, что вы, получается, склонны в такой ситуации жить в кредит. То есть это такая своеобразная очень поведенческая модель, при которой человек не может жить по своим средствам, человек живёт как бы в долг, и это, конечно, тоже довольно серьезная проблема, потому что нет у вас вот этого вот так называемого стоп-сигнала, когда вы словно говорите себе, что всё, я как бы дальше не буду, да, что, ну, я не буду жить в долг, я не буду залезать в минус и так далее. То есть получается, что вы, с одной стороны, себя подавляете с чувством вины, с чувством несправедливости какой-то, а с другой стороны, вы напротив, значит, как бы бунтуете периодически против вот того, того, что с вами происходит, то есть совершаете какие-то действия и так далее. Дальше. Дальше. Жена после родов не хочет жить вместе и не выходит на связь. Ну, здесь опять же, понимаете, у неё есть свои причины, по-видимому, так себя вести с вами. И я думаю, что этот вопрос, вопрос другого человека, его требуется разрешить несколько отдельно, потому что, ну, грубо говоря, вмешать всё в одну кучу мне не представляется сколько-нибудь правильным, сколько-нибудь конструктивным и так далее. То есть вам это столько, столько нанесёт вред. Вот. То есть понятно, что ситуация с женой, она очень негативная. Понятно, что вас это гложет, угнетает, но если вы свою жену любите и хотите для неё и для ребёнка своего счастья, то что сперва нужно себя привести в гармонию, сперва нужно, чтобы у вас всё было в порядке и уже только потом, после этого вы сможете как-то взаимодействовать со своей супругой и так далее. То есть, ну, она же не на ровном месте сказала, что не хочет с вами жить. Наверняка, что-то произошло, наверняка, что-то было, наверняка, какие-то между вами были разногласия, что она, ну, решила для себя, что не будет с вами жить, тем более именно после рода. Ну, вы же понимаете, что у этого есть свои причины. И другое дело, как не хотите ли вы в этом разбирается. Далее, вы пишите, я уехал в другую страну на заработке. Опять же, не очень понятно, что если вы уехали в другую страну на заработки, то это было до или после того, как ваша жена выразила нежелание с вами жить вместе. То есть, на мой взгляд, это очень важный момент, если мы хотим разобраться с тем, что с вами происходит. Потому как, в случае, если ваша жена, ну, вот, не хочет с вами жить, а вы уезжаете на заработки, то для нее это является подтверждением того, что она вам не нужна, что вы ее не цените достаточным образом. Что для вас она, ну, не так важна, например, и так далее. То есть, тут вот очень важно, ваше отношение к переезду в другую страну на заработки, ее отношение к этому же и то, как, значит, вот, ваш переезд, грубо говоря, интегрируется. То есть, ну, как он, как он вплетается в то, что вы уехали в другую страну. Это, на мой взгляд, очень важный момент, если, опять же, мы хотим разобраться в том, что с вами происходит. Далее, вы пишете, что меня постоянно кидают на деньги, и это, конечно, следствие того, что вы, ну, неправильно себя ставите, вы как-то деструктивно себя ведете. Возможно, вы дискредитируете себя как-то, опять же, то есть, ну, как-то вы себя дискредитируете. И в результате, в результате, вот, ситуация складывается так, что вас кидают на деньги. То есть, это проблема не людей, которые кидают вас на деньги. Это, скорее, проблема того, как вы сами себя с этими людьми ставите. То есть, вот, если вы ставите себя с людьми, ну, как-то уязвимо, да? То есть, люди видят, что вас можно кинуть на деньги, и вы, например, ничего не сделаете им. То, соответственно, вас люди кинуть. И нужно, опять же, постараться понять, что именно в вас люди видят такого, что заставляют их так поступать. И очень важно для вас, чтобы вы сами не перекладывали ответственность себя на других. То есть, ну, не говорили, например, что это виноваты люди, это они, это страна, а не я. То есть, тут даже дело и толькость не в том, чтобы вы себя именно обвиняли. Ага, дело здесь, скорее, именно в том, чтобы вы постарались увидеть адекватную причину того, что происходит с вами. Понимаете? Понимаете? Вот это, скорее, является самым таким важным моментом. То есть, не нужно, например, знаете, обвинять себя. Не нужно обвинить себя в чём-то сразу. Вот. Не нужно отводить ситуацию. Я полагаю, что нужно просто искать причины, искать триггеры вашей установки, которые, соответственно, делают возможность такое развитие событий. Вашей жизни. Вот. Это, пожалуй, то, что вы можете сами сделать для себя. Я понимаю, что вам сейчас, скорее всего, кажется, что всё в кучу, что всё против вас, что всё, когда... Ну, в обход вас, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Я понимаю. Я понимаю. Понимал. Но вам следует понять для себя, что это не правда, что это иллюзия, что на самом деле нет, на самом деле не против вас. Ну, вот. Мир. Что просто вы, сами, ну, делаете что-то неверное. Вот. Это нужно увидеть, посмотреть, значит, как-то вот постараться определить, ну, вот этот момент. И тогда, я полагаю, вам будет гораздо лучше это всё заметить, увидеть и понять. Вот. Значит, интересно, интересно, очень интересно, что вы упомянули, значит, алкоголик и наркоман, то есть, почему вы это сделали, в каком контексте, то есть, вы как будто оправдываетесь, эээ, вперед нами, что вы, эээ. Что вы, эээ, ну, не алкоголик и не наркоман. А вот. Далее, эээ, значит, я не смогу видеть дочь. Пишите вы. Эээ, здесь, конечно, эээ, сразу всплывает, такой эээ момент, ну, на мой взгляд, Важно. Почему? Почему вы не сможете видеть дочь? Из-за чего вы не сможете ее видеть? То есть, ну хорошо, у вас могут быть проблемы с супругой, но дочь вам никто запретить видеть не сможет, в любом случае. И тут, соответственно, возникает вопрос, откуда у вас такие вот параженческие настроения? То есть, откуда они берут свое начало? Я предлагаю вам об этом тоже поговорить, если у вас действительно имеет место быть депрессия, если у вас депрессия действительно имеется, либо есть основания считать, что она может быть, то я предлагаю вам в этом контексте обратиться обязательно к врачу, вот, для того, чтобы врач вам помог, чтобы он дал вам необходимые рекомендации, и, соответственно, чтобы, ну хотя бы, хотя бы, первично, чтобы вас из этого состояния, как-то можно было вывести, вот, и, находясь уже, ну, в другом состоянии, вы могли бы совершенно спокойно выйти из замкнутого круга, в котором вы оказались. Это замкнутый круг, он называется тупик, вы сейчас находитесь в тупике, и вам вот это состояние тупика, оно вам для чего-то нужно. И важно понять, по-настоящему важно понять, чем вот это вот состояние тупика для вас важно. То есть, почему вы выбрали его, это состояние тупика, вот. Значит, как с этим справиться, пишите вы, только менять свою модель поведения, менять свой сценарий. Сейчас у вас сценарий очень негативный, деструктивный, его нужно менять, но для этого необходимо работать с вами. То есть, это работа, к сожалению, не быстрая, вот, и я полагаю, что облегчение можно добиться довольно быстро, а вот проанализировать все это уже, если вы захотите. То есть, если будет желание у вас, то можно будет это сделать, можно будет проанализировать, вот. А облегчение? Ну, облегчение, я полагаю, можно, да, точно быстро, как можно быстрее. Вот, именно, чтобы это не загубляло. То есть, чтобы вы не думали, что это вот, там, мир против вас так восстал, да. На этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, вы можете написать их в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я вам желаю всего самого доброго и удачи.